Всем привет! Я сегодня решила напыть пиццы, но не такую пиццу спыть, как вы до ней привыкли, яка продается в пиццериях или, как вы дома почти, а пиццу из картошки. Ну и заснять вам это и показать. У меня было вот таких вот специально оставили. Средний, бачите, и не великая, и не маленькая. 9 картошек. Такую картошку, это сыра картошка, естественно, почистили, помили, и я натерла ее на крупной терке. Ось я показываю уже, такая терка. Тепер картошку натерту я промила три раза у води, в холодной. Промивала я для того, чтобы убрать из картошки лишний крахмал. Картошка промита хорошо, и теперь я ее просто брати вот так на друшляк, и она будет стекать. Я буду пить пиццу великую. У меня жаровня специально продавалась вместе с моей духовкой. Если вы захочете спекти маленькую пиццу, вы одни, або у вас два человека в семье, то, естественно, количество всех этих продуктов, которые я вам сейчас буду показывать, вы просто берете и уменьшаете. Если немного меньше форма, или на половину, или даже на три раза уменьшите, просто количество продуктов. Ну, вы знаете, правда, я все маю те, что я готовлю дома для своей семьи. Так что маленькую пиццу я пить сегодня не буду. Так, вот этот размер, я показываю, будет моей сегодняшней пиццей. Жаровня от духовки. Я ее хорошо смазала постным маслом, хорошо так обильно. Смотрите, она в сторонке. Так, картошка стекает от воды лишней. Я ее отставляю пока не стекаю. Так, эту картошку мы сейчас уберем. Так, займусь теперь остальными продуктами. Мисочка, венчик мне понадобится. Так, у меня шесть яиц. Я выливаю их в мисочку. Зараз я венчиком быстро их взбью. Ни до какой-то ни пищности, просто разобью желтки с белками. Так, яйца я просто, дивитесь, все, бачите, просто разбила белки с желтками. Все. Теперь сюда я буду добавлять муку. Мука уже у меня просеяна. Просеяла я тут ей 400 грамм. Сколько пиде сюда, я буду дивиться зараз. И в конце потом вам скажу. Мне надо сделать тесто. Такое и не сильно густое, и не сильно жидкость сметаны. Средней консистенции. А, и забыла еще. Сюда зараз присолить. Ну, солить где-то буду такая чайная ложечка хорошая. Солить. Так, и сейчас все размешиваем быстро. Количество муки зависит от размера яиц. Вот такая вот все тесто у меня получилась. И не жидкое, и не густое. Теперь сюда до этого теста я добавляю картошку. И надо хорошо все это тоже размешать уже. Самое главное, чтобы картошка была полностью в этом тесте. Когда вы помешаете, обязательно надо попробовать ее на соль. Мы присаливали муку с яйцами, но картошку самому не солили. Надо попробовать на вкус пробуйте. Если вам хватит соли, значит хватит. Если мало, значит добавьте. Картошку я уже с яйцами и мукою размешала. Попробовала на соль. Ну, мне достаточно. А вы сами дивиться. Перший в черный яркую приправу я сюда вообще не сыплю. Только стою. Все. Теперь я беру противень, який смазала хорошо постным маслом. Выложу их сюда. Теперь я хорошо, ровно разровняю равномерным слоем. Духовку я уже заранее включила. Она разогревается. Температуру я выставила 180 градусов. Все. Разровняла картошку свою. Теперь я всю жарованню с картошкой ставлю в духовку. Випекаться. Випекаться она будет, ну, где-то минут 30. Надо дивиться, чтобы вверх став золотисто такого цвета. До полуготовности картошки. Время выпечки будет зависеть еще и от самой толщины, самого слоя картошки. Если слой картошки будет тоньше, то, естественно, время выпечки уменьшится. У меня такой слой где-то на сантиметр. Так что время выпечки, полчаса это будет точно. И в духовку. Духовка розелита 180 градусов. Выпекаться вверх-вниз. Ждем полчаса. Класс. Ой, дивиться, как получилась картошка. Яка вона такая зарумяная, новая прелесть. Вытягла я ее уже с духовки. Выпеклась она у меня 35 минут. Теперь, что я буду делать дальше? Зараз я вылажу масло. Колбаска уже нарезана кусочками. У меня сегодня копченая колбаска. Можете взять варенку. Можете взять сосиски. Ну, без разницы. Что у вас есть? По-быстрому все это робится. Так. Багато колбасы не бывает, да? Мы сейчас ей доложим еще сюда. Вот так. Чтобы не оставалось все кусочек нарезания. Так, все. Положила. Произвольно. Теперь нарезала я помидорки. Кружочком и так. Как получается. С вверху кложу помидоры. Все это по-быстрому робится. Так. Дивите, какая прелесть. Уже запах. Уже можно даже и в духовку не ставить. Красота яка. Все, помидорки положила. Сверху тепер я засыплю сиром. Твердый сир. Любой сир, який можете себе позволить купить. Засыпаем все сверху. Тут где-то грамм 200 сира натерли. Вполне даже и 100 грамм хватит. Ну, сира много же не бывает, вы знаете. Так что, мы сейчас так щедро-щедро посыпем нашу картофельную пиццу. Засыпем полностью ее. И еще раз повторяю. Все эти продукты, это на великую такую пиццу. Если хотите сделать меньше, просто уменьшайте количество и все продукты. Сюда у меня пошло, ну, два таких здоровых крупных помидора. Все. И сейчас я ее ставлю еще раз в духовку. Пока не раз плавится сир. Ну, это где-то максимум минут 10. Так, как уже низ картошки, коржа цего картофельного, полностью готовый. Я духовку свою включу наверх. Будет греть только верхняя пена. Все. Если вы бачите, что у вас низ не допикся, то поставьте вверх и низ. Наверх и минут на 10. Все. По-быстрому все. Вот такую вкуснятину я сегодня напекла. Ммм, запах, девочки, прелесть. Сейчас режу, я всегда горячий. Так. Я бы так бы ввязать бы маленький кусочек. Горячий, сильно-сильно горячий. А, горячий, горячий, горячий. Ува! Прелесть. Дивите. Сейчас я показываю вам. Так, чтобы видно было. Корж получился у меня такой толщины. Вин и не толстый, и не тоненький. Работы, ну, можете сделать тоньше. Ну, я, например, вам бы не рекомендовала. Такая толщина, как раз, знаете, и картошечки покушает. И колбаски, и помидорчика, и сырочек. Угу. Картошка полностью приготовлена, полностью. Вона терта на терке, во-первых. Время приготовления, 30 минут готовилась сама картошка. И 10 минут еще она доходила в духовке, когда я положила туда колбаску, помидоры. Так что за 40 минут картошка спокойно приготовилась. Сейчас я попробую. Просто бомба. Попробуйте приготовить по моему рецепту. Такая оригинальная картофельная пицца. У меня сегодня получилась. Мне, надеюсь, может кому-то понравится. Потому что не каждый раз будет жаловывать пиццу именно с теста. Замечательный запах. Колбаска, сыр, помидорки и картошечка. Это, знаете, такое блюдо, которое может существовать даже саме по себе, отдельно. Воно сытное. Не можно накушаться. Ну, это идет как гарнир. Не как закуска. Пицца считается как закуска. А это считается уже, как, мне кажется, полноценный гарнир. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. Ну и всем приятного аппетита. До новых встреч. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok